Привет, Семен. Привет. Мы в гостях у дяди Вики жарим мясо. Типа отмечаем 100 тысяч подписчиков. Как классно у вас здесь стало диванчик. Семен, дикие звери какие-нибудь к вам сюда приходят? Да, у нас здесь турки всегда приходят. Только недавно были. Я дяду Володю покажу, но они куда-то. А лось и олени есть? Ну я их не видел, но я думаю здесь конечно есть. Мы всегда им там видим на дороге где-то. Привет, друзья. Приветствуем всех. Вообще очень рады, что у нас фаннифор сегодня. Сегодня у нас будет опять продолжаться песенуха, чревоугодие. Будет у нас всякий фан. И потом мы думаем пойти в парк и мы вам покажем еще экстракласс, как мы с Семен делаем. Маша, что за салат? Ты сама делаешь? Ветчина, салат, помидорчики и что еще? Перчик и огурец. Вкусно. А соус какой? Барбекю и ренч. А что можно вместе смешивать? Ага, вкусно. Что-то новенькое. Никита, а что ты пьешь? Он говорит, я не дам, у тебя слишком холодная. Какая вкусная. Курица классная. Так, ну давай второй торт через 100 тысяч подписчиков разрезаем. Тут елочка какая-то. Вроде уже не 100, сегодня уже 101. Это тирамису торт. Так, какие надо кусочки? Я не знаю, а то это... Какие хочешь, такие режешь. А то я так резанул, знаешь, вроде как сам. Как себе. Как вроде не. Такой тортик тирамису из русского магазина. Никита, тебе положите? Я confident уже. Ты уже уверен в себя, да? А с кем ты тренируешься дома? Ну я с некоторыми играл, с папой. Я папу научил как играть. Дяди, ты в нарды играешь теперь. Он меня обыгрывал все время и я такой грустный. А потом мне уже стало просто смешно. Даже в те моменты, когда я у него выигрываю под конец, и вдруг у него вот эти куши, там, три-четыре раза подряд. И у него уже просто, знаешь, мне казалось, что у него какой-то magic. Мамы, ты ей знакома эта ситуация. Да, я с папой когда... Я сейчас уже в нарды с папой не играю. Она так раздражается, как-то она ведет-ведет всю партию, а потом в конце бах-бах-бах, и я выскочу. Я его даже обвиняю. Ты обманываешь меня. Ты как-то научился выкидывать шестерки эти. Скажи, тетя Свете, как ты ездил на Open Heart все же? Ну я по-русски это очень плохо. Операция на сердце? Да. А зачем ты ездил сюда? Ну просто ради интереса. У нас сосед с папой работает, и он... Я всегда ему говорил, что я хочу там в операционной работать. И тебя взяли? Сема хочет доктором стать, хирургом. Нет. Я думаю, что после этого уже передумал, наверное, да? Нет, я не передумал, но я не думаю, что хирургом, но там помощником хирурга может быть. Ассистентом хирурга? Да. Ассистентом. Ну и как тебе понравилось? Да. Потому что у него потенциал мощный. Он же учится отлично. А наш сосед, вот наш ассистент хирурга, с которым я работаю, говорит Семе, хочешь на операцию попасть? Сема говорит, хочу. Он говорит, ну все, я тебе позвоню в одно из вот ближайших утром дней, и папа тебя привезет, и все, пойдем с тобой на операцию. Ну а я ему потом говорю, Курт, ну а как же там, там же надо через Human Resources там сейчас все так сложно, какие-то бумаги подписывать. Он говорит, я все решу, там не твои проблемы. Ну я думал, окей, не моя проблема. Фактически, они имеют право пригласить кого-то, если человек студент и где-то в медицинском учреждении учится и будет медиком. И мало того, ему должно быть определенное число лет. Он не должен быть подросток. Он привел все, он нарядил его там во все это, хирургическая маска там все, завел. Ну и естественно, там есть такой координатор, который записывает все имена, кто был, кто присутствовал здесь, даже студенты тоже. И она Сему спрашивает, ты кто, Сема, а сколько тебе лет? И Сема здесь замялся. Он же побоялся сказать, что ему 14 лет. И Курт орет, 21, ему 21. Она, 21? А вообще-то 20, он сказал. Да, или 20. И она еще раз, тебе 20, Сема, и Курт, да, ему 20. Ну и короче, я понял, что здесь тоже есть Блад. Курт меня, мои основательные мышления мои перевернуло. В Америке нарушают правила, не законы, а правила какие-то. Ну да. Только если они ничему, никаких последствий с собой плохих не несут, они с головой относят. Ну да. Все нормально. Ну фактически Курт вот привел, ничего Сема не подписывал. Все, он просто его вот провел. А если бы Сема во время операции плотнулся, я уже потом думал об этом. Ничего себе! Ого! Здорово! Ты смотри там вниз, а то вот так потом кувыркаться лучше. Индейки. Вот вы спустите к ним. Ага, а он тебя может укусить. Они что, посасывали? Он за тобой. Они щипаются. Ага. Смотрите, какое дикое растение здесь растет. Ну это правда кактус какой-то? Да нет, это не кактус. Видишь, цветочки наверху. Мохнатые такие. О, вот это толстенький. Еще когда был президент Джордж Буш, вот этот младший, я уже не помню, какие это были года. Но мы уже здесь жили. И было Рождество. Я целую пачку открыток купил рождественских и стал подписывать их всем своим друзьям, знакомым, родным. И получилась такая стопка. И у меня осталась одна еще открытка. Я не знал, кому ее подписать. Все у меня, все друзья, родные кончились, как бы. Кому я хотел. И я думал, думал. Или выкинуть ее, или что. И у меня потом мысль написать поздравление Джорджу Бушу. К президенту. И я написал. Ну так постарался, красивый почерк сделал. Написал по-английски. Хотя у меня тогда был английский. Но все равно получилось неплохо. И, значит, я просто ему написал, что поздравляю вас с Рождеством. И желаю вам вот эту власть, которую вы получили. Вот так хорошо использовать, чтобы для мира во всем мире и для Америки. Ну, как смог, так написал хорошие какие-то слова. Ну, там, пожелал ему здоровья и его семье. И удачи в его вот в этом ответственном, большом труде. Ну, а потом проходит какое-то время, буквально короткое, может быть, недели три. И мне пришел из Белого дома большой такой конверт. И он был такой плотный. И на нем написано прям, что мой адрес. И там написано, что White House. С Белого дома у меня. Я такой думаю, ничего себе. Ну, открыл его, а там было так чинно напечатано. И, ну, такие letters, как будто красивым курсивом написано. Ответное письмо. Ну, оно было, я так понял, что оно просто вот одно всем там, кто поздравлял президента. Оно одно все вот в одном формате. Его просто всем рассылали. Калибри, Светлана. Ай, улетела. Ага. Что такое? Она прилетела к цветочку. Она еще будет прилетать. Вот. Ну, и там еще была такая маленькая карточка тоже вложена. И нам написано адрес, белый дом там и все. Ну, мне понравилось. Думаю, надо же, глянь, это самое. Ну, думаю, что с ним делать. На стену, что ли, его вешать в рамку? Нет смысла. Ну, а я думаю, понесу на работу. Я принес его на работу. Этот конверт так положил на свой стол. Я сижу, компьютер. Я положил так. Ну, и лежит конверт. Я его, значит, не трогаю. Она там, женщины американские, с кем я работаю. Они такие проходят мимо. И смотрят, ну, и большими буквами написано White House. И все такие, а? Из Белого дома? Что за почта из Белого дома? И он потом смотрит, что мое имя. Они такие, что такое? Я говорю, а, да это мне приглашение пришло из Белого дома. Какое приглашение? Ну, тут вот мне письмо просто пришло от Буша. Он решил мне там, мы же, кстати, мы знакомы же с ним. Ну, я нашел свое это. Разыгрывайте. Ну, да, и достал это вот письмо. А там написано, что, дорогой мистер Капустин, мы очень там благодарим за ваше внимание. И также и вам там желаем всех благ. И в Новом году, и God bless you там, и Рождество там. Все, и вот это еще маленькая карточка тоже я достал. Ну, и говорю, и пригласительно. Кстати, я говорю, мне тут сказано, что могу я и друзей своих в небольшом количестве. Они были настолько заинтригованы, они не могли понять, с какой стать и тебе, иммигранту какому-то вонючему. Из Белого дома вдруг. Такие почести там. Ну, потом ты им открыл. Потом мне пришлось признаться, что я просто не знал, куда открытку деть. И буш им взял, написал. Они, наверное, после этого тоже все начали писать. Не знаю, наверное. Мы, короче, идем в парк погулять. Да, и Сони с нами нет. Соня дома. Решила остаться. Вот это одна из моих любимых игр здесь, Сема. Чтобы немножко жир растрясать. На тарелку кидаешь и бегаешь за ней. Семач. Семач. Классная палка. Семач. Ну что, ты готов? Ого, ты как метко, дядя Вить. Аняш, покажи, где там натягивать их. А, здесь ежелетний кинотеатр, да? Да. Что, вы там ходили в этом году? Ну, я-то не хожу. Так мимо я проходил, здесь народ сидит. Вот сюда они его кладут и он удувается. Ага. Экран на вот этом бетонном пятаке. Ага. А вот за эти штуки вот две тут и две там. Они натягивают тросики, да, и держат его. Крепят. Крепят. Да, и держат его. Так все, Маш, ты готов? Давай, давай, давай! Вау! Ничего себе! Маша, она тебя распилит пополам эта тарелка. Ой! Сейчас тетку... Ой, чуть тетю не зашибла. Маш! Папа! Вкусная сода! Маш, ты в чурлининг будешь записываться или нельзя? Не, я хочу. Хочешь? Он думает, что я спину сломаю. Да, это опасно, кстати. Я пошел. Мам, я эти штучки купила. Я в дом. Они раньше были сломаны. Привет! Привет, Винни-Пух. Где твой пятачок? Что-нибудь продать. Вот. Это у тебя калькулятор, да? Да. Ой, там как тесно. Тесно, да? Я на корку забрал. Я сниму. Мам! Я на корку забрал сейчас. Молодец. Коля, сейчас врежешься. Коля! У Маши новая комната. Санек женился и уехал. А Маша переселилась в его комнату. Ой, как красиво у тебя. И меня еще вот это напаскивается. А что это? Смотрите покажу. Ты просто вот так, и оно включается. Зеркало с этим, со светом. Класс, да? Огоньки. Огоньки. Пойдем. И у меня еще вот здесь есть. Мама, я хочу. Огоньки. 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 Сейчас мы будем жечь костер и делать сморсики. Маша приготовила уже маршмеллоу, печенье и шоколад. Это нормально. Сейчас зажгем. Пищево всего вот эти, шампурики, шпажки. Так, маленькие. Вам такое брать нельзя, а то проколите кого-нибудь. Вот нам пришли из American Family. Расшающие письма. А, и ты их решил с ними расправиться, да? Расширные легалки. Так, я профессионал эти сморс сделаю. Да? Ничего себе. Сейчас посмотрим, как профессионалы делают. Так, кто хочет первый. Я. А я второй. Зря Соня не поехала, да? Конечно, Тонечка, зря ты не приехала. А я тебе сделаю. Угу. А ты по одному жаришь? Два не будешь? А, могу два. Давай два. Лучше одну. Окей. Окей, я вот так. Ммм. 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 Классно. У него такая корочка становится, а внутри он жиденький. Ммм. 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 Да, 4 годика ей где-то было. Но она возле дома ездила, и там, где мы раньше жили. Ну, вроде мамуся поглядывала за ней в окно ездить и ездить, а потом она подальше уехала, и вот на главную дорогу. It was me and Сема. А, и Сема был с тобой. Но факт то, что потом мамуся однажды в окно выглянула, маняша ехала уже с главной дороги, а сзади ехал полицейский с мигалками. Медленно. Сопровождает их. А не орал. Маняша подъехала к гаражу, припарковала, и пулей улетела за дом. Пряталась в сарайчике. Я так боялась. Полицейский постучал в дверь. Мама вышла, и он ей говорит, нам позвонили соседи сердобольные, которые боялись, что траки, которые ездят, здесь еще стройка шла, другие дома строились. И она говорит, что бабушка позвонила одна. И она боялась, что траки не заметят ребенок ездить на машинке. Потому что она ездила не по сайдвэку, а по сайдвэку. По основной дороге. По главной. Ну да, и он ее сопроводил дома и говорит, вы, пожалуйста, следите, а то нехорошо. Слушай, а в плохом бы районе, возможно, ребенка забрали бы в полицию. Да, и мамуся сначала испугалась, но он очень дружелюбно, по-длицейски никакого наезда не было. Он просто так, этот... Но самое интересное, что он уже уехал, а мамуся не могла найти маняшу. Она там, сям, в комнату, где она делась, в гараже, нигде. Она уже заволновалась. А она оказалась в сарайчике, там, за домом спряталась. И мама уже, Маша, ты где? Маша уже взволнованная вся. А она потом вылазит. Полыц, уехал. Мама говорит, да, уехал. Она, ой, я боялась, что он меня арестует. Подарок. Неопубликованный рассказ Чехова. Молодой человек, желающий сделать своей невесте подарок, после долгого раздумья решил купить ей пару лайковых перчаток. Он отправился в магазин со своей сестрой. В магазине дамских принадлежностей он купил лайковые перчатки, а сестра купила ритузы дамские. При доставке на дом пакеты с покупками были перепутаны, и пакет с ритузами был доставлен невесте со следующим письмом. Моя дорогая, посылаю вам этот... Вам мой маленький подарок, чтобы доказать вам, что я не забыл день рождения. Выбрал именно это, полагая, что вы нуждаетесь в них. Продавщица, у которой я купил, показала такие же, которые она носит сама уже три недели, и они еще не запачкались. Как бы я хотел их сам видеть на вас. Но, конечно, многие будут дотрагиваться до них раньше, чем я увижу вас. Я просил продавщицу примерить их на себя. Они выглядят очень изящно. Не знаю вашего размера, но со временем я буду в состоянии судить лучше, чем кто-либо другой. После того, как вы их разносите, они будут легче сниматься. Но, когда будете их снимать, не забудьте каждый раз продувать их. Так как от носки они могут быть влажными. Мойте их, не снимая с себя, а то они могут сесть. Надеюсь, вы примете их с таким же чувством, с каким я их дарю вам. Наденьте их в пятницу на танцы. Как я страстно желаю видеть их на вас. Число поцелуев, которые я запечатлел на них с задней стороны, неисчислимы. Продавщица напомнила мне, что последний крик моды – носить их полуспущенными, чтобы они болтались. Крепко-крепко целую то, что в них находится. Я люблю маршмеллоу. Можно думать? Ой. Слушай, но она уже снаружи, уже несъедобная черная вот эта. Съедобно. Я кушаю. Смотри, сейчас Маня сделает дайскреп. О, какая жиденькая. Ну, Мари очень горячая. Горячая? Пусть постоит чушу. Я такие люблю. Она носила их уже три недели, и они даже не испачкнутся. Спроси у нее, она выспалась, отдохнула. Соня, в твоей комнате порядок? В твоей, не в нее. Нет. Ладно, скажи, что мы скоро приедем. Скажи, у нас здесь костерчик горит. У нас тут костер и маршмеллоу. Сморсики. Хорошо. Скажи, что мы скоро приедем. Мы скоро приедем, Соня. Скажи, мы на днях вернемся. На днях? Не, мы не на днях, а это, сегодня вернемся. Ночью. Все, отключайся, а то Соню-то немножко отвлекаешь от вас. Пока, Соня. Концерт по заявкам сейчас будет. Играем мелодию, которую играли, когда Титаник там. Из Титаника. Играем мелодию, когда Титаник там. Зачем? Молодец. Ты, я на мальчик. Все там Таня. Как Таня? Он там крепкий. Суперный мечтый. Я тоже. Пока, у нас все. Пока. Пока. Ой. Пока. Ой, ты чего? Папа. Так, и мама не пристегнута. Круто мы погостили у дяди Вити, да? Да. Даже до вечера До вечера, у нас уже темнеет Мы вечер редко снимаем У нас уже солнце почти село Сколько у нас на улице? 29 Цельсия Ой, уже прохладно Да ну прохладно, очень тепло Солнце уже почти село Так, дорогие зрители На этом все Если вам понравилось наше видео, то Поставьте лайки Спасибо, что Вы все это время были с нами До свидания Бессони